Ильи Пророка Ильи Пророка Ильи Пророка Ильи Пророческое служение святого пророка Ильи завершилось его восхождением на небо в огненной колеснице. Во время преображения Господня на горе Фавор святые апостолы видели пророка, беседовавшего со спасителем о его исходе в Иерусалиме. По преданию святой церкви пророк Илья будет предтечью страшного второго пришествия Христа на землю. И приняв во время проповеди телесную смерть, уже не как пророк, но и как мученик удостоится чести от праведного Бога. Люди среднего возраста, заботясь о попечении о земной жизни и об ее устройстве, идут к всяким чародеям, колдунам, читают гороскопы, всевозможные пророчества о том, чтобы как правильнее устроить свою жизнь. Или же читают лживые пророчества о конце мира, забывая о том, что Евангелие дает растуждение об этом вопросе. Молодые люди устраивают себе идолопоклонничество через то, что предаются страстям, порокам, нечестью. Девушки не хранят свою чистоту и целомудрие, отдают ему первому попавшемуся направо и налево, руководствуясь сознанием того, что этот первый попавшийся и есть ее настоящую любовь. Юноши, как лживые жрецы, вала пророка используют это и нечестят своих девушек, те, которые живут среди нас, своих соотечественниц, тем самым постравляя славянский народ и образец его святой жизни. Родители, которые рождают детей, не заботятся о воспитании детей, а говорят о том, что им надо деньги зарабатывать, тем самым из денег делают идола. Забывая о том, что промысел Божий и Божие попечение при труде человеческом, даже малом, будет содействовать тому, чтобы все необходимое было бы дано человеку. И создавая себе новых, новое служение новым богам, самого бога христианского называют и говорят, что бог любит всех, и поэтому мы можем делать все, что хотим, потому что он нас простит по своей любви. Русская православная церковь свято чтит пророка. Первая церковь, построенная в Киеве, названа его именем. Иконописная традиция изображает пророка Илью, возносящегося на колеснице с огненными колесами, которая окружена со всех сторон пламенем и запряжена четырьмя крылатыми конями. Продолжение следует...